здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о цвете менструальной крови почему выбрала эту тему потому что иногда у женщин возникают вопросы какой в норме должно должен быть цвет менструации и почему меняется цвет скажу вам что в норме у женщины за менструацию кровь может менять свои оттенки то есть в начале она становится может быть коричневым темно-коричневой затем стать алой ярко красный и концу менструации опять она становится темные может быть даже черный объясню почему это происходит происходит это связь это связано с интенсивностью кровотечения то есть вначале у нас кровотечение не такое сильное и как пока кровь выходит из матки она успевает провзаимодействовать с кислородом и окислиться и за счет этого приобретает темный темную окраску в середине цикла в середине менструации прошу прощения кровь течет более интенсивно и она вытекает и с матки быстрее не успевает окислиться и имеет ярко-красный оттенок к концу менструации опять же интенсивность кровотечения уменьшается и кровь становится опять более темной потому что окисляется за счет взаимодействия с кислородом когда же у нас могут быть темные выделения это не является патологией это может быть например когда наступила беременность и плодное яйцо прикрепляется к полости матки это эти выделения называются имплантационными длятся они недолгие имеет темную окраску и страшного в этом ничего нет в другие же периоды беременности никаких кровянистых выделений быть не должно если они появляются это требует консультации доктора также могут быть может быть кровомазание или прожилки крови в слизистых выделений в середине менструального цикла это связано с овуляцией то есть овуляторные выделения которые не обладают дополнительными симптомами ничего вас больше не беспокоят они очень скудными скудные и длятся не более двух дней один максимум два что же вас должно насторожить если есть кровянистые выделения которые не связанные с менструацией если менструация длится более восьми дней если у вас появились вы кровянистые выделения после полового акта и если кровянистые выделения приобретают оранжевый или сероватые оттенки здесь также необходима консультация врача для исключения инфекции передающейся половым путем а также если кровь имеет неприятный запах то есть выделение имеет неприятный запах и это сопровождается еще дополнительно зудом и дискомфортом сразу же идите к врачу для диагностики инфекции передающейся половым путем то есть мы разобрались в том что менструальная кровь не всегда должна быть одного цвета если она в период менструации меняет свои оттенки страшного в этом ничего нет это связано с физиологическими процессами в организме женщины с возрастом цветовая гамма менструальных выделений становится не такая разнообразная и выделение приобретают более темные оттенки это тоже является нормой и не является патологией я надеюсь что я ответила на этот вопрос спасибо большое за внимание я была очень рада с вами пообщаться